Когда закончится вся эта дребедень, айда на улицу! И будем обниматься, и руки жать, ни в чем не сомневаться, любить без передышки целый день. И самое хорошее на день, и не считая метры, сантиметры, мы пустим маски глупые по ветру, когда закончится вся эта дребедень. Вот это действительно точно. Скорее бы закончилась вся эта дребедень. А пока мы продолжаем работать, мы продолжаем снимать наши выпуски, наши спецпроекты. Это уже пятый по счету в рамках программы «Смотрите, кто пришел». Мы связываемся с людьми, в основном с творческими людьми, узнаем, чем они занимаются в период самоизоляции. Есть много дел, есть чем заняться. Сегодня мы расскажем о таких людях. Но для начала, как обычно, наш небольшой видеодайджест. Вот молодая, мало кому известная поэтесса и музыкант Виктория Черенцова записала песню «На злобу дня» про карантин и попросила ей помочь актера и певца Дмитрия Певцова, который, несмотря на то, что он, в общем-то, звезда, он ей не отказал. Вот что из этого получилось. Карантин над душой, карантин, обесточены провода, шум вибраций людских паутин, канул в лету, исчез без следа. И в безмолвиях, в зеркалах отражается мир в огне, суеты повседневно и прах, и заботы по завтрашнему дню. А вот как ведет себя известный в последнее время молодой музыкант и певец Стивен Ридли. Вот смотрите, он вышел в один из пустых лондонских дворов, заранее приволок туда пианино, и устроил такой импровизированный концерт для жителей всех окрестных дворов. А спустя несколько дней он пришел в крупный торговый центр под землей, где тоже заранее было установлено пианино, взятое на прокат из одного из магазинов, и сел в маске, пришел, обработал клавиши, даже жидкостью специальной, сел и сыграл. И так сыграл, что у него там несколько миллионов просмотров. Здорово сыграл и спел песни, которые сейчас так нужны. Актеры, ребята из нашумевших в последнее время сериалов, таких как «Домашний арест», «Позвоните Ди Каприо» и так далее, они нашли весьма оригинальный выход и сделали такой своеобразный ситком, состоящий из нескольких серий. Называется он «Сидя дома», и весь он записан на удаленке. То есть мы героев видим только на экранах мониторов. Но это очень смешно, очень злободневно, очень своевременно, и смотрится на одном дыхании. О, отлично. А где все? Все собрались. Где собрались? Никого у меня здесь нет. Ну вы смахните. Пальцем смахните. Ну а я тебя чем смакиваю? Пальцем, блин. О, привет затаившиеся. Всем здравия желаю. Ну, я не нужна вам больше? Я пойду, а то мне наманикюрую еще. Так, все дома сидим, никуда не ходим, не ловим заразу. И, наконец, у меня есть хороший приятель, ему 11 лет, его зовут Максим Вишневский, он живет в Москве, сын моих хороших близких, очень знакомых. И он прислал мне в свои 11 лет то, что он выдумал. Такой маленький, импровизированный, анимационный фильм. Идет он всего 30 секунд. Ну, ей-богу, это очень здорово. Посмотрите. Ну, а нам пора начинать нашу программу. И у нас первый сеанс связи. Сейчас мы попробуем связаться с человеком, благодаря которому к нам в студию приходили многие прославленные гитаристы со всего мира. Не побоюсь этого слова, были и из Италии, и из Кореи, и наши знаменитые молодые исполнители. Его зовут Максим Малькин, он преподаватель по классу гитары в школе имени Чайковского. И сейчас мы связываемся с ним и с его очаровательной дочкой Дашей. Давайте попробуем. Добрый день, дорогие мои. Добрый день, Максим. Здравствуй, Дашенька. Как вы себя чувствуете? Я смотрю, вы во всеоружии. Даша уже держит на готове скрипку. Явно, что не скучаете вы там. Добрый день, Алексей. Большое спасибо, что пригласили нас к себе на программу. Ну, мы, как и все, находимся дома. Я занимаюсь детьми, конечно, виртуально. Осваиваю дистанционное обучение. Конечно, вначале было сложно, но потом вроде все втянулись. Даже один из моих учеников записал два произведения и послал их на интернет-конкурс, на который мы должны были ехать в Гомель, но из-за карантина не поехали. И стал лауреатом крупнейшего конкурса ренессанс-гитара. То есть некоторые не теряют даже на карантине своих навыков и даже приобретают что-то. Ну и мы с Дашей тоже пытаемся что-то играть, разбирать. У нее же были прекрасные в свое время такие классные клипы. Я просто засматривался даже, который это делал. Ну, конечно, сейчас, когда невозможно, нет такой возможности выйти на улицу, очень сложно что-то такое творческое придумывать. Но дома тоже мы и с девочками в танцевальной группе снимаем танцы, делимся и делаем всякие нарезки. Я вот в свои социальные сети выкладываю, как я танцую, играю. И, ну, то есть тоже остается это все. А вы уже дали даже название какому-то такому вашему дуэту, да? Да, да, да. Название «Близкие люди». Само за себя говори. Покажете нам что-нибудь? Попробуем. Субтитры подогнал «Симон» Даша, Ванессу Мэй знаешь? Знаю. Курит она. Нервно, нервно за углом. Я надеюсь, что, во-первых, самое главное, Максим, что восстановишь ты свои связи, и мы снова будем после окончания всей этой дребедени, мы обязательно будем встречаться в студии, и ты нас, всех жителей города, будешь радовать новыми встречами с великолепными гитаристами, которых ты привозил, благодаря которым мы записали столько интереснейших программ. Теперь все поняли, насколько все-таки радостно и приятно общаться вживую, ловить незабываемые моменты исполнения музыкантов, слушать все в едином порыве, когда полный зал, это, конечно, ни с чем не сравнить, и никакие онлайн это не заменят. И это можно сравнить с электронной книгой. Всегда приятнее подержать бумажную книгу в руках, почувствовать запах бумаги вот этот, ничем не сравнимый. Вы нам еще на прощание что-нибудь сыграете? Очень важно, чтобы каждый человек как-то вот у себя дома создал эту атмосферу праздника и достойно его отметил, вот. И мы как раз сейчас хотели сыграть произведение, вот, написанное в 1941 году, вот, во время Великой Отечественной войны. Вот, во время Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны. Спасибо вам, спасибо, Даша, спасибо тебе, Максим, спасибо тебе. И, как я обычно завершаю все наши вот такие сеансы связи на расстоянии. Будем жить, дорогие друзья. Спасибо, Алексей. Ну, а эстафету в нашей передаче принимает Вадим Чекусов, человек, который у нас неоднократно бывал в студии, с которым мы общались в рамках нашей программы «Смотрите, кто пришел». А он появлялся и в составе группы «Фолк Стар», и в составе ансамбля «Атмосфера», где он везде исполняет одну из лидирующих ролей и играет на аккордеоне. Вадим, добрый день. Добрый день, Алексей Константинович. Рад вас видеть. Я особенно рад, что сзади тебя находится Венеция. Я чувствую вот так вот, прямо как будто бы туда к тебе и перенесли. Как будто бы ты в Венеции. Как было здорово там сейчас оказаться, да, в очищенной Венеции, потому что сейчас там, говорят, вода очень чистая и так далее. Вадим, меня интересует, прежде всего, вопрос, который я задаю всем. Вот это вот обрушилась, это вот масса, тонна свободного времени. Чем ты, деятельный человек, привыкший к постоянным репетициям, концертам, участиям в различных проектах, чем ты заполняешь образовавшуюся пустоту? Я занимаюсь с детьми, также работаю по видеосвязи удаленно, готовим программу 9 мая. Вот, есть творческие всякие задумки, мысли, пишу какие-то небольшие партитуры. И с группой, в частности, мы также обмениваемся партиями, репетируем, снимаем какие-то новые пьесы. Конечно, обидно то, что вот готовили большой сольный концерт, который должен был еще в начале апреля состояться, переносили его на маль. Ну, понимаем, в связи с сложившимися условиями, в ближайшее время, когда он сможет состояться, это осень. Но руки-то не забывают, тренируешься. Руки тренируются, да, вот. И, в общем, можно сказать, что за время вот этой самой изоляции как раз-таки тоже появилось время на творческие какие-то проекты, мысли. Мы сняли в домашних условиях кавер с моим другом-барабанщиком коллектива «Атмосфера» и человеком, который вообще тоже известен в Брянске и многих коллективах. Игорем Карповым кавер на тему, одну вокальную, сделали инструментальный кавер. Также недавно вышел, так сказать, релиз, можно сказать, попури на известный рок-хит-3. Была давно мысль такая записать и сделать что-то подобное. В принципе, да, появилась она у меня, наверное, лет пять тому назад. Как говорится, руки не доходили, а тут самоизоляция и все-таки дошли. Записали с ребятами партии, свели на студии. Все, я думаю, получилось интересно. Нет худа без добра, что называется. Вот и руки дошли. У меня такой вопрос тебе, Вадим. Что-нибудь ты нам покажешь из таких вот работ на удаленке, что называется? Пока что, конечно, мы в домашних условиях репетируем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вадим, все прекрасно, все профессионально, все, как обычно, классно, качественно сделано. Мастерство не утеряно. Я хочу тебе пожелать одного, наверное, двух вещей. Первое, чтобы мы обязательно с тобой и своими ребятами увиделись в студии, и ты нам продемонстрировал воочию, как ты играешь эти самые вышеупомянутые тобой рок-хиты. И второе, чтобы когда ты их исполнял, где-то далеко во Франции Ришар Гальяна кусал локти. Хорошо? А я не сомневаюсь, что за время ты успеешь нарастить мастерство и достичь вот тех самых высот. Всего доброго, дорогой мой. Будем жить, будем жить. Спасибо за связи. Мы продолжаем наши сеансы связи. На сей раз я связываюсь с Нарафаминском. И нас ждет встреча с человеком, который был у нас несколько раз в студии, участвовал в наших программах различных. И, мало того, даже на пару его песен мы сделали клип. Вот сейчас я фрагмент из него покажу, чтобы вы вспомнили. Немчики, вы ж мне почти как внуки. И прикрыло пальцами лицо. Немчики, вы ж мне почти как внуки. И прикрыло пальцами лицо. Итак, у нас на связи наш уроженец города Карачев. Ныне певец и музыкант, популяризирующий самые различные стили музыки. Периодически участвующих в передачах радио Шансон Дмитрий Юрков. Дима, вот я тебя так вот и представил. Привет, дорогой. Ребята, привет. Привет, Родина. Как вы там? Держитесь? Самое главное, самоирония на месте. Мы держимся. Ты выглядишь прекрасно, идеально. Просто на свежем воздухе. У меня такое ощущение, что тебе самоизоляция пошла только на пользу. Леш, у меня миссия. Я все время работаю физически с утра до вечера. Помнишь, как наши бабушки говорили? Как же вы сохранили красоту, свежесть ума, пережив такие лихолетия? Они отвечали, а что? Мы не переедали и всегда на свежем воздухе. Ну, а как без работы сидеть нам, которые привыкли все время чем-то заниматься? Я без работы себя каким-то ущербным ощущаю. А ты, я знаю, не только на свежем воздухе трудишься, но и песни записываешь тоже на свежем воздухе. Я нашел себе сейчас работенку. На стройке руки все помнят. И дрель, и молоток, и кувалду, и кисточку. Так что без проблем. Ну, вот в свободное время мы тут с братом с помощью одного айфона и пионерской инициативы сняли видеоверсию на песню «На заборе». Чтобы сердце нараспашку прочь усталость. Чтобы ветер рвал рубашку, а не старость. Чтобы ветер рвал рубашку, а не старость. Мне кажется, чем меньше в песне смысла, тем больше в нее нужно каких-то там видеофантазий. А когда песня наполнена, иногда как бы видеоинициативой можно отвлечь внимание от сути. Поэтому вот, мне кажется, здесь все срослось. Вот именно, что здесь не нужен какой-то богатый, дорогой видеоряд. И не нужно себя этими... И компьютерами графиками. Графиками, да. И блестками себя покрывать не нужно с ног до головы. Все и так есть в словах. Что хотел сказать, кто сказал. Ну, я рад, что ты хорошо выглядишь. Что ты не теряешь оптимизма. Что у тебя улыбка твоя знаменитая, с которой ты не расставался во время... Все время этого наших эфиров всех на телеканале на нашем. Она у тебя не сходит с лица. Ну, надеюсь, что в перспективе ты еще побываешь не только на радиошансон, но и других радиостанциях. А как только навестишь свой родной Карачев, то не применешь заглянуть к нам. Ибо я сейчас параллельно с телевидением и на нашем радио тоже вещаю. Поэтому обязательно я тебя позову, конечно. И мы там сделаем вещь. Сделаем. И мы там сделаем. Да, обязательно. Никто воевать не умел. Никто умирать не хотел. Никто. А когда началось никто. Не хотел, а пришлось сперва. Не в Влад, не в Попад, ать-два. В Брест, Сталинград, ать-два. Пыль, да песок, на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин – это хриплое вперед. А дорога на Берлин – это прерванный полет. Молчаливое крыльцо у разбитого моста. Дима, спасибо за песню. Спасибо за этот сеанс связи. Надеюсь, встретимся обязательно и в нашей телестудии, и в нашей радиостудии. Удачи тебе. Будем жить. Ребят, и вам также удачи. В канун Великого праздника. Самое главное – человек должен в любой ситуации оставаться человеком. И понимать, что ничто человеческое нам не чуждо. Поэтому не надо бояться быть сентиментальными, наивными. Это все присуще как раз в структуре человека. Нас хотят оцифровать, но хрена не дождутся. Пока мы сильны нашей дружбой, мы непобедимы. Всем удачи. Ну, вот и все на сегодня, дорогие друзья. Мы встречались с людьми, которым есть что сказать, и которым есть чем себя занять в это самое время. Я прощаюсь с вами. Я поздравляю вас с Великим Святым Праздником. Всего доброго. Мы увидимся в рамках программы «Смотрите, кто пришел» на нашем спецпроекте. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова